приветствую вас дорогие мои скорпионы с вами опять я татьяна шиманова сегодня у нас будет прогноз на октябрь месяц правда задержалась я немного с выпуском прошу прощения но увы как говорится и рада бы но что-то у меня нынче совсем график нарушился ладно как говорится что есть то есть и никак это мне не изменить пока ранней мере пока прежде чем мои хорошие начать расклад на основном на события на основную сферу вашей жизни я хочу конечно же обязательно поблагодарить вас за вашу поддержку причем активную поддержку за ваши ласковые комментарии за ваши конфетки монетки то бишь донатики вот и вообще за вашу поддержку для меня это конечно очень много значит это дает не энергию это дает мне силы продолжать дальше это дает не уходить как говорится в тень продолжать активно чем могу помогать вам в как и в решении каких-то вопросов может быть подсказывать в чем-то ну конечно же с помощью таро ну ладушки начнем начнем итак главные события октября месяца ваше настроение ваш настрой туз мечей ну что можно сказать остренько напряженненько что-то вы хотите в этом месяце разрулить разрубить расставить точек точки над и вот ну для кого-то это друзья мои намерение начать новое дело начать новые отношения с чистого листа именно так как вам это нужно собрать какую-то очень важную для вас информацию которая поможет вам в разрешении ну какой-то задачи проблемы или разрешение острого какого-то вопроса вот такой у вас настрой мои хорошие ладно теперь давайте смотреть а что с событиями начнем со сферы отношений отношений естественно сердечных любовных отношений пары как говорится между мужчиной и женщиной вот и конечно же посмотрим как будет личная жизнь складываться у свободных скопионов но выпала троечка мечей ну карта скажем так не айс то есть вполне возможно что у кого-то из вас я подчеркиваю что не у всех а у кого-то может возникнуть напряжение в отношениях может быть разрыв расставания обида а может быть и и воспоминания друзья мои воспоминания о каком-то негативном случае что ли о негативном прошлом здесь больше знаете завязан как-то вот любовный треугольник да то есть либо вмешательство в ваше отношение третьего лица поэтому будьте бдительны будьте осторожны не провоцируйте и не нарывайтесь сами на конфликт когда вас будут провоцировать то есть как-то сдерживать если вам ваши отношения очень важны и нужны да могут могут быть прослеживаться в этом месяце моменты печальки своего рода печальки может о прошлых ранах может ранах нанесенных ну я имею ввиду конечно моральных ранах нанесенных в этом месяце ну такое случается милые бранятся говорят ну а потом опять милуются что касается свободных скорпионов ну здесь конечно не прослеживается желание заводить партнера или партнершу и вообще как говорится ввязываться в какой-то союз не исключено что слишком еще свежи воспоминания или отношения прошлые скорее всего с негативным оттенком поэтому да вряд ли вряд ли может появиться кто-то на горизонте кстати говоря знаете еще может быть такой момент знакомства с человеком который не свободен до женат или замужем и конечно же осознание того что человек не свободен и может не освободиться в ближайшее время или вообще не освободиться это конечно будет травить ваше сердце тревожить вашу душу то есть может быть и такой вариант ладушки идем дальше что там у нас профессиональной деятельностью работа бизнес ну карта смерть конечно же вы уже поняли что для кого-то это месяц трансформации увольнение сокращение трансформации кстати изменение перемен в вашей фирме где вы работаете то есть независимо от ваших каких-то там поступков действий так далее может фирму кого шматить может она закрываться сливаться меняться руководство то есть вот там такие внутренние передвижки конечно же они могут коснуться и вас вот ну в принципе не обязательно это какие-то посторонние влияния да на вашу профессиональную деятельность деятельность это могут быть и ваши шаги и ваше действие ваше желание уйти сменить место работы поменять что-то в бизнесе или наоборот заняться бизнесом то есть перепрофилировать свою профессиональную деятельность перезагрузить ее какие в какую сторону тут уже у каждого по способностям и пожеланиям но тем не менее перемены могут быть я не скажу что обязательно плохого какого-то содержания нет ни в коем случае друзья мои вполне возможно что вот ваш настрой изменить что-то своей жизни пойти по новому пути по новой тропе как раз и приведут к изменению профессиональной деятельности так что там с атмосферой в доме с погодой в доме ну троечка пентаклей в принципе все нормально все идет своим чередом каждый из членов семьи вносит свою лепту свою какую-то работу чтобы улучшить атмосферу в доме улучшить благосостояние в семье вот то есть совместными усилиями совместной работой совместными влияние вливаниями в том числе и финансов ваш дом дела только будут улучшаться друзья мои ну здесь еще знаете может какой один момент касающийся новшества да что-то новенькое может появиться в вашем окружении имеется в виду конечно в доме и может как-то измениться течение вашей жизни но в лучшую сторону и скорее всего под влиянием какого-то человека или объединение с кем-то вот больше здесь знаете похоже на то что за счет пополнения вашей семьи в хождению нового члена семьи вот ваше пространство ваша атмосферу вашего дома за счет этого но это позитивно друзья мои пойдет только вам на пользу ну а что с финансами давайте смотреть да уж дьявол ну принципе ожидаемо вот смотрите профессиональные деятельность карта смерти до не исключено что вы сделаете огромный рывок причем так это настойчиво может даже жестковато где-то вот и и в принципе вот они пошли перемены пошли перемены и здесь в доме ну а уж тут вообще запрос финансовый запрос увеличился до небес да это может быть конечно же и крупная сделка появление на горизонте больших денег вот это может быть попадание в зависимость кстати говоря за счет этого как бы изменение вашего финансового состояния за счет того что вы пошли на какие-то договора какие-то уступки ради того чтобы увеличить свое финансовое положение ну это бывает знаете когда на работе предлагают должность выше с большим окладом да и обещанием того что там много-много будет еще конфеток хороших конфеток если ты вот будешь работать вот так то так то и так то приносить пользу как говорится фирмы и начальству и вот вот это замануха вот это эти ожидания они как бы накрывают ну где-то может заблуждением но в основном появляется некая одержимость одержимость получить большие деньги ну за счет где-то власти за счет каких-то должностных как говорится печенюшечек но тем не менее тем не менее тут речь идет о больших амбициях финансовых конечно амбициях но и в то же время может речь идти и о финансовых привязках а при а финансовых зависимостях когда получают допустим банки кредит все это конечно зависимость с одной стороны ты деньги получаешь вроде бы как плюс до решаешь какие-то свои задачи а с другой стороны ты попадаешь и в некую ну кабалу обязанности эти деньги вернуть и вернуть не просто еще и в сроки с процентами ну в любом случае выпадение этой карты друзья мои она больше намекает о рисках намекает на то что нужно быть очень внимательны при совершении каких-то финансовых операций потому что она риск он есть риск риск не всегда дает положительный результат но иногда и приводит к плачевным положением поэтому будьте внимательны но в любом случае в любом случае некая одержимость денежками или ваши повышение ваших амбиций могут вполне привести вот к такому результату я имею ввиду большим деньгам такое тоже случается ладно теперь давайте посмотрим что там с ближайшим окружением да все нормально шестерка кубков друзья мои все останется на том же уровне дружба понимание поддержка но имеется ввиду со стороны конечно же вашего ближайшего окружения имеется ввиду коллеги соседи друзья подруги то есть стабилизировался же некой некий кружочек с которыми вы плотно общаетесь и в общем то там конфликтов не возникает в данном случае конечно же тоже самое речь идет тоже о самом что конфликтов не наблюдается но может быть получение информации о человеке из прошлого или встреча с этим человеком из прошлого кого давно не видели и которым давно не слышали так теперь давайте посмотрим какие сюрпризы вас ожидают когда придем перейдем к приятностям и так сюрпризы 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 октября паш пентакли хороший сюрприз скорее всего имеет материальный характер да это или новости о финансовых каких-то моментах ну в принципе не удивительно все таки у нас в этой сфере выпал аж дьявол поэтому вы уже наверное поняли что профессиональная сфера и финансовая сфера будут основополагающими самыми главными в этом месяце они будут рулить либо заставлять вас обращать внимание на это либо либо вы сами будете провоцировать эти события все таки не забывайте о вашем настрое потузу мечей вы будете рулить и махать шашкой вот как намахаете так она не будет поэтому да сюрприз может иметь в виде подарка виде получения премии какого-то бонуса поступление каких-то денег в том числе кстати со стороны ваших детей но в любом случае как минимум это получение новостей друзья мои новостей имеющих предык прикладной характер характер выгоды или характер получения какого-то материального ресурса или какой-то стабильности ладно что там с тайными тройка пентакли ну вот смотрите здесь у нас тройка пентакли выпала на атмосферу в доме и здесь тройка пентакли в тайнах то бишь тайна зарыта у нас где-то в доме да друзья мы в доме ну и конечно же еще в отношениях делового характера все таки здесь мы наблюдаем некий треугольник вот смотрите и здесь я уже говорила что любовный треугольник то есть получается что тайна сокрыта в каком-то треугольнике делового или любовного характера это может быть ваша тайна и это может быть тайна кого-то по отношению с вами но в любом случае она несет материальная тень оттенок оттенок выгоды своего рода так что вам решать что же это такое может быть и где ну а что посоветует оракул затмением надо же дом предыдущему знаку тоже выпал дом ну о чем речь речь о том что оракул советует обратить внимание на дела в доме на дела в семье и на дела связанные с вашей недвижимостью ну может быть еще на дела связанные с вашими родственными связами связями с вашими родственниками тут как говорится у кого тонко там и туда и смотрите вот такой совет ну а я на этом закругляюсь мне остается пожелать вам конечно же обязательно здоровьица любви взаимопонимания теплых отношений ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч